Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа подробностей. И, конечно же, сегодня подробнее мы будем говорить о новогодних праздниках. У нас в студии Евгения Сергеевна Власова, начальник управления культурой администрации города Рязани. Здравствуйте, Евгения Сергеевна! Здравствуйте! Новый год – это такой праздник домашний, но далеко не все его празднуют в кругу семьи, дома. Очень многие выходят на улицу и приобщаются к таким общегородским празднованиям. Вот, если можно, расскажите более подробно, что ждет рязанцев в ночь с 31 на 1, ну и в последующие праздничные дни. Наши новогодние праздники стартовали 18 декабря. И я думаю, что вы были свидетелями нашего грандиозного парада «Дедов Морозов и Снегурчик», который объединил 402 участника зарегистрированных. Получился праздник веселый, задорный, и было настолько весело. Я ощущала такой эмоциональный подъем, глядя на лица участников, глядя на лица детей, которые с удовольствием подходили, загадывали желания, получали призы из рук Деда Мороза, рассказывали стихи. И мне показалось, что такое направление, впервые мы проводили такой праздник, я думаю, будет удачно и станет традиционным проведением старта новогодних праздников именно с такого парада «Дедов Морозов», который расходится по учреждениям культуры, образования и проводят там елки. Так очень символично мне это показалось. Они станцевали новогодний танец в маленькой елочке, так это было забавно. И я смотрела на своего ребенка, как он реагировал, говорит, мама, настоящий Дед Мороз к нам приехал в Рязань. И, значит, мы добились того, что хотели. И, конечно же, 31 числа мы ждем всех рязанцев на нашу главную площадь, на Площадь Победы. С 23.30 мы начинаем нашу новогоднюю программу, на площади будет установлена большая сцена, большой светодиодный экран, где все собравшиеся услышат речь президента, обращение президента в новогоднюю ночь, могут увидеть любимые песни, будет караоке в течение всей ночи новогодней, и наши рязанские исполнители споют всем известные, любимые песни новогодние. Причем, знаете, подобрали исполнители так, чтобы разные жанры присутствовали. И исполнение эстрадной музыки, да, и исполнение классического направления, и народная песня будет звучать, и даже будет шансон. Хотя, вот шансон, исполнитель шансон, да, вот Денис Кремлевский, но будет он петь всем известные песни. Катя Катерина, «Под белым снегом января», такие песни, которые мы все знаем, и с удовольствием будем слушать и подпевать, и пританцовывать. Ну и, конечно же, будет салют. Конечно, будет салют. Салют прогремит ровно в 2 часа утра, и, я думаю, он даст еще одну возможность загадать самое заветное желание. И я надеюсь, что оно в этом году исполнится. А планируется до которого час? До 3 утра мы планируем новогоднюю программу с дискотекой. Ну, будем смотреть, если люди захотят продолжить, то мы с удовольствием до 4 утра готовы. Евгения Сергеевна, такие празднования проводятся в городе практически каждый год. Да. Вы все это видите. Вот насколько люди охотно идут встречать Новый год именно на Площадь Победы, да, они сидят дома, насколько они охотно участвуют в конкурсах, в дискотеке? Ну, вы знаете, уже из года в год этот праздник любят и приходят с семьями. Порядка 10-12 тысяч людей на площади собираются. И вот именно уже стала традиция встретить Новый год на Площади Победы. К сожалению, может быть, в этом году у нас не будет звезды, которая, собственно, всегда привлекала внимание. Мы приглашали звезд. Но с учетом кризиса, я думаю, что наши рязанские исполнители ничуть не хуже. И они любимые. И мы как бы старались не просто пригласить кого-нибудь, мы приглашали лучших из лучших. Поверьте, это победители всероссийских международных конкурсов. Это люди, которых знают Рязань и любят Рязань. И я думаю, что с удовольствием споют вместе с ними. Помимо вот этого главного торжества в новогоднюю ночь в течение зимних... Помимо главной площади пройдут новогодние торжества в наших микрорайонах. Возле кинотеатра «Октябрь», возле ДК «Приокский». Также пройдет 2 января в Солочи на площади Монастырской. Поэтому у людей будет возможность пообщаться не только в самом центре города, но и в наших отдаленных уголках города. Еще какие-то празднования, может быть, на Рождество? Да. Ну, хочу сказать, что помимо таких общегородских праздников, управлением совместно с нашими учреждениями культуры и городскими и областными, подготовлено очень интересное представление в самих театрах, филармонии, в Ледовом дворце и, конечно же, в наших учреждениях культуры. Порядка 50 мероприятий пройдут в новогодние каникулы. Более подробный план у нас размещен на нашем сайте Управления культуры, где каждый резанец может зайти и посмотреть, в какое время, где пройдет то или иное представление. Я думаю, тут очень удобно и оперативно получить необходимую информацию по новогодним праздникам. Также мы приглашаем всех на Почтовую, где пройдет 7 января в 15.00 праздник Рождества на Почтовой. Пройдет в таком формате народных гуляний, где будут выступать наши фольклорные коллективы, детские коллективы, учреждения образования, спорта, культуры, просто жители. Наши помощники – это наш исторический бал, белый бал. Будут гуляния в стиле такой, скажем так, размеренной, резань, такая будет театрализованная, больше представления, где будут прохаживаться дамы с кавалерами, где будут наши магазины демонстрировать продукцию новогоднюю, сувенирную, и кавалеры могут подарить даме зимние букеты. Почему именно такой формат мы решили провести? Объясню, летом, в День города мы проводили вернисаж на Почтовой. И вы знаете, столько было откликов положительных от горожан, и просили, а почему бы этот формат нам не повторить осенью, зимой. И вот мы решили сделать Рождество, и надеемся, что это станет традиционным, такой народный гуляний на Почтовой. Я думаю, понравится не меньше, чем было в летний период. Конечно, мороз, если нам не помешает, но я думаю, что наше горячее сердце и такое настроение праздничное поможет нам насладиться просто общением друг с другом. Я думаю, так. Евгения Сергеевна, поняли мы, что в новогодние праздники горожанам не придется скучать. Ну и, может быть, вы что-нибудь пожелаете рязанцам накануне Нового года? Дорогие рязанцы, я от всего сердца поздравляю вас с наступающим 2015 годом. И желаю вам крепкого здоровья, любви, доброты, и чтобы все ваши желания исполнились. Спасибо большое. Мы тоже поздравляем вас с наступающим Новым годом. Желаем вам успехов, здоровья, всего самого наилучшего в Новом году. И нашим зрителям мы желаем того же. Ну что ж, на этом наша программа подходит к концу. Увидимся с вами в новых выпусках. Всего доброго.